Уважаемый зритель, для начала подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Вор в законе Гурам Ташкентский. Бывшего вора в законе Гурселя Сайфулова, имеющего прозвище Гурам Ташкентский, можно смело назвать воровским авторитетом, который был лишен короны по собственной инициативе, но ни в коем случае не растерял свое влияние на криминальный мир. Также Сайфулов был единственным в новейшей воровской истории законником, который по национальности турок. Родившись 9 ноября 1975 года в узбекском городе Кувасай, он, достигнув совершеннолетия, уехал жить в Турцию. Здесь и произошло его знакомство со многими законниками, обитавшими на турецком берегу. Под их покровительством Сайфулов и начинал свое восхождение на криминальный Олимп. Правда, путь его был долог. Первоначально Гурсель, по информации источника, специализировался на совершении довольно серьезных преступлений. Затем в составе ОПГ, подконтрольный ворам в законе, отправился в Москву, где криминальная жизнь просто кипела. Здесь и пригодился его опыт. В 2001 году Гурам Ташкентский попался на преступлении московским сыщикам. Он похитил человека, у которого вымогал крупную сумму денег. За это преступление Кунцевский суд Москвы приговорил авторитета к 8,5 годам заключения. Смотрящий по тюрьме. Стоит сказать, что пока Гурсель находился в СИЗО Бутырка, он был там на положении смотрящего и заправлял внутренними делами заключенных. Его деятельность была оценена воровским сообществом. Поэтому, когда Гурам Ташкентский был этапирован в одну из воркутинских колоний, то и там был назначен положен ЦМ. То есть человеком, который мог решать вопросы от имени воров в законе. Как говорит источник, без сомнения, Гурсель был в большом авторитете у заключенных и даже мог получить воровскую корону в тюрьме, но почему-то этого не произошло. Возможно, в то время Сайфулов не особо хотел получить обременительный во многом титул. Но и без официального воровского статуса он вполне успешно справлялся с возложенными на него в качестве смотрящего обязанностями. Зато выйдя на свободу, Гурам Ташкентский вновь примкнул к ворам, и 16 июля 2014 года появился на знаменитой сходке в турецком отеле Мордан Палас в Анталье. Законные воры, уже давно присматривающиеся к кандидатурам на воровское звание, единогласно решили, что Гурам Ташкентский достоин столь высокого титула и короновали его. Подход к Гурселю был совершен одним из самых влиятельных на тот момент воров Ровшином Джаниевым, Ровшан Ленкаранский. Никто и никогда не пытался оспорить это решение. За Гурамом не числилось ни единого косяка, который бы мог послужить компроматом и поводом для лишения его воровского имени. Поэтому последующие события не нашли объяснения у коллег по цеху. Отказ от короны. 7 июля 2015 года оперативники задержали Гурселя Сайфулова в московском ресторане «Закарпатские узоры». При задержании вора в законе оперативники обнаружили у него наркотики «Спайс». 9 июля 2015 года суд арестовал его и определил меру содержания под стражей в СИЗО номер 2 «Бутырка». Среди заключенных здесь тут же прошел воровской прогон, что в изолятор заедет вор в законе Гурам-Ташкентский. Поэтому когда он сюда прибыл, его встречали как и подобает встречать уголовного лидера. Сам Гурсель, находясь на сборочном пункте, выкрикнул, что заехал вор Гурам, и сказал довести эту информацию до положенца. Однако уже непосредственно при встрече с находящимися здесь законниками, Гурам отказался от сделанного им заявления и таким образом сложил с себя воровские полномочия. Этот поступок так и остался без объяснений. В дальнейшем суд вынесет Гурселю приговор в три с половиной года и он отправится в исправительную колонию номер 3 по республике Мариел в Медведево. Оттуда через год он будет этапирован в местную колонию номер 4 в Лесной. А выйдет на свободу 29 декабря 2018 года уже из знаменитого Владимирского Централа. После освобождения Гурсель не был замечен в каких-либо криминальных эпизодах, вероятно предпочитая спокойную жизнь законопослушного гражданина. Вор в законе Гурам-Ташкентский. Бывшего вора в законе Гурселя Сайфулова, имеющего прозвище Гурам-Ташкентский, можно смело назвать воровским авторитетом, который был лишен короны по собственной инициативе, но ни в коем случае не растерял свое влияние на криминальный мир. Также Сайфулов был единственным в новейшей воровской истории законником, который по национальности турок. Родившись 9 ноября 1975 года в узбекском городе Кувасай, он, достигнув совершеннолетия, уехал жить в Турцию. Здесь и произошло его знакомство со многими законниками, обитавшими на турецком берегу. Под их покровительством Сайфулов и начинал свое восхождение на криминальный Олимп. Правда, путь его был долог. Первоначально Гурсель, по информации источника, специализировался на совершении довольно серьезных преступлений. Затем в составе ОПГ, подконтрольный ворам в законе, отправился в Москву, где криминальная жизнь просто кипела. Здесь и пригодился его опыт. В 2001 году Гурам Ташкентский попался на преступление московским сыщикам. Он похитил человека, у которого вымогал крупную сумму денег. За это преступление Кунцевский суд Москвы приговорил авторитета к 8,5 годам заключения. Смотрящий по тюрьме. Стоит сказать, что пока Гурсель находился в СИЗО Бутырка, он был там на положении смотрящего и заправлял внутренними делами заключенных. Его деятельность была оценена воровским сообществом. Поэтому, когда Гурам Ташкентский был этапирован в одну из воркутинских колоний, то и там был назначен положен ЦМ. То есть человеком, который мог решать вопросы от имени воров в законе. Как говорит источник, без сомнения, Гурсель был в большом авторитете у заключенных и даже мог получить воровскую корону в тюрьме, но почему-то этого не произошло. Возможно, в то время Сайфулов не особо хотел получить обременительный во многом титул. Но и без официального воровского статуса он вполне успешно справлялся с возложенными на него в качестве смотрящего обязанностями. Зато выйдя на свободу, Гурам Ташкентский вновь примкнул к ворам, и 16 июля в 2014 года появился на знаменитой сходке в турецком отеле Мордан Палас в Анталье. Законные воры, уже давно присматривающиеся к кандидатурам на воровское звание, единогласно решили, что Гурам Ташкентский достоин столь высокого титула и короновали его. Подход к Гурселю был совершен одним из самых влиятельных на тот момент воров Ровшином Джаниевым, Ровшан Ленкаранский. Никто и никогда не пытался оспорить это решение. За Гурамом не числилось ни единого косяка, который бы мог послужить компроматом и поводом для лишения его воровского имени. Поэтому последующие события не нашли объяснения у коллег по цеху. Отказ от короны. 7 июля 2015 года оперативники задержали Гурселя Сайфулова в московском ресторане «Закарпатские узоры». При задержании вора в законе оперативники обнаружили у него наркотики «Спайс». 9 июля 2015 года суд арестовал его и определил меру содержания под стражей в СИЗО номер 2 «Бутырка». Среди заключенных здесь тут же прошел воровской прогон, что в изолятор заедет вор в законе Гурам Ташкентский. Поэтому когда он сюда прибыл, его встречали как и подобает встречать уголовного лидера. Сам Гурсель, находясь на сборочном пункте, выкрикнул, что заехал вор Гурам, и сказал довести эту информацию до положенца. Однако уже непосредственно при встрече с находящимися здесь законниками, Гурам отказался от сделанного им заявления и таким образом сложил с себя воровские полномочия. Этот поступок так и остался без объяснений. В дальнейшем суд вынесет Гурселю приговор в три с половиной года и он отправится в исправительную колонию номер 3 по республике Мариел в Медведево. Оттуда через год он будет этапирован в местную колонию номер 4 в Лесной. А выйдет на свободу 29 декабря 2018 года уже из знаменитого Владимирского Централа. После освобождения Гурсель не был замечен в каких-либо криминальных эпизодах, вероятно предпочитая спокойную жизнь законопослушного гражданина. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Спасибо.